Продолжение следует... 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 и денежными, вы сможете сделать правый продукт. Ну, что происходит далее? Если вы, например, проходите мобильный продукт, вы резитесь, закупаете график, пить органический график, и, соответственно, вы получаете первых производителей и первую фигуру. Но это показывает практика в 15 случаях. Вы на этом не останавливаетесь, потому что вы получаете лобзо, вы понимаете, что продукт, либо это не настолько хорош, согласно с этим пользователям, либо вы целились в одном архитуре, а в итоге получили другую, и, соответственно, вы что-то делаете далее, это делать обдель, учитывая всю вводную информацию, которую вы получили после времени. Но на это уходит еще один-два месяца. Смотря кто как относится к процессу разработки, поскольку скруппиозен и, скажем так, перфекционизм никто не отнимает. На апдейты уходит один-два месяца, да? Но, вы продолжаете ли это отказаться, что после первого апдейта, вы видите, как надо еще что-то нужно, еще вот здесь-два, да? Ну и на каждый апдейт 5-два месяца-два, а в итоге получается, что время, которое запланировалось на заработку, которое в начале было за полгода, вот это не превращается в год. А это не просто время, это, соответственно, затраты на человеческий ресурс, а уже плюс к тому бюджету, который вы запросили ранее. Денечки хватают, люди уже не мотивированы, и даже за дополнительные траты, и, что немаловажно, получаются недовольные пользователи, потому что вы заявили тот продукт, который совершенно не соответствует ожиданиям вашей потенциальности. Почему так происходит? Потому что процесс разработки очень часто происходит так называемым информационным вакуумом, когда вы получаете информацию только от тех, особенно того, насколько клёвых ваших продукт, только от вашей команды, либо от друзей, знакомых. Но вы должны понимать, что если вы на вашей команде, эти люди сангажены, потому что они делают тот продукт, ваши друзья, знакомые, родственные люди, 5 мамы, неважно, они как вас любят, к вам позитивно относятся, соответственно, опять-таки, их мнение достаточно субъективное, и они не могут вам дать объективный фидбэк. Что же нужно делать в таком случае для того, чтобы избежать информационного вакуума? Нужно совместить процесс получения фидбэк, соответственно, вам нужно получить фидбэк от ваших конечных пользователей как можно ранее или как можно раньше и напрямую. Собственно говоря, мы постепенно приходим к тому, что именно благодаря этот тесту у вас появляется возможность получить максимально в ваших ожиданиях к реальности, в первую очередь Очень приятно, что вы получите этот фидбэк от конечных пользователей до того, как вы релизите в продукт. В процессе разработки, итернационных, истепенных, вы понимаете, в каком направлении вам стоит двигаться, правильно ли его направление, вообще неправильно и так далее. Соответственно, именно благодаря этот тесту у вас появляется возможность приблизить максимально ваши ожидания к реальности, и, в первую очередь, не говорим о времени, о затратах и так далее. Очень кратко расскажу, что, ну, собственно говоря, чем является плей-тест, если вы так говорите о очень сухой дефицит. Плей-тест является качеством изомера пользовательских реакций на ваши продукты, путем наблюдения, интервьюирования, в максимальную приближенную к естественным условиям. И, что очень важно, что данный вид исследований можно применять на любом этапе разработки продуктов. Ну, понятно, с первого стабильного билда, когда вы можете показать продукты, когда уже, если мы говорим об игре, а есть вот этот итог, да, либо уже игровая механика, если у вас есть несколько вариантов игровой механики. Ну, вдруг возникает вопрос, очень многие говорят, ну, как же мы интегрируем аналитику в продукты, мы видим, как люди реагируют на активные вещи. Никто не говорит, что стоит этот метод аналитик и конечно, и никто не говорит, что плохой тест является панацеем, но аналитика в совокупности с результатами плохой теста позволяет вам получить максимально комплексный результат и комплексные данные, на основании которых вы можете делать определенные выводы и, соответственно, имплеменцировать те или иные изменения. Заканчиваясь своей теоретической частью, теперь, например, у вас появилась идея сделать плейтест несостоятельно. А как это, собственно говоря, сделать? Мы тренируем 10 запретных плейтестов, потому что плейтест настолько важен, если вы его действительно не применяете, что правила, которые у него существуют, их стоит придерживаться очень серьезно для того, чтобы вы получили ваторию полезную и действительно правильную, корректную закону. Ну, начнем с первого запрета плейтеста. Вам нужно найти верную целевую аудиторию. Для этого вы должны предполагать, кто является вашим личным пользователем. То есть все владельцы смартфонов на профессиональной системе iOS это именно ваша целевая аудитория. Ну, к примеру, могут быть женщины возраста 25-54, которые проживают в городах 500-крут, с высшим образованием, которые получают какое-то количество денег в месяц и интересуются, например, аркадами, играми, либо используют приложение для покупки вещей и нормальной силовы, например, через смартфон. Да, это ваша целевая аудитория, вы ее привлекаете. Эта аудитория приходит начинать цитировать ваш продукт, знакомиться с интернетом. Но важно понимать, что в таком случае нельзя привлекать опять знакомых, друзей и так далее. Очень важно наблюдать и делать за ним в процессе приведения тестов. Потому что, когда пользователь приходит, смотрит, играет в вашу игру и воспользует ваше приложение, далее заполняет анкеты, ну, это не все данные, которые вы можете собрать. Очень много данных вы можете получить именно путем наблюдения. Как человек пользуется приложением, видно ли он, что, как он или нет. Потому что, одно дело, показать человек сам заполняет анкеты, другое дело, вы верите в принципе, как он действует в той или иной ситуации с этой или иной фичей. Еще очень важно, если у вас есть возможность, это обязательно делать видеозапись о проведении плейтеста. Естественно, людей, которые приходят на плейтест, могут предупреждать о том, что их снимают, чтобы они потом не убежались, что оно будет все просматривать. Наша компания практикует записи плейтеста. Это когда, неважно какой продукт, мобильный или доступный, пишется экран. Если этот доступный продукт, пишется экран, каким образом человек пользуется, видно где может быть. И пишется лицо в одно время. Это все сводится на один экран, и видится, как человек реагировал на ту или иную фич. Если говорить про мобильные продукты, опять-таки, специальные поставки, специальный сок для того, чтобы это все снимать, опять-таки, это все сводит на один экран. Программы для того, чтобы писать подобные видео в интернете куча, это, можно сказать, эксплата. Есть, соответственно, программы более высокого уровня, за них нужно заплатить, но поверьте, что это того стоит. Опять-таки, анкета, да, но ваше наблюдение это второе, но могут быть моменты, в которых вы не успели заметить, а человек не заполнил эту анкету. Это очень важно, и на основании этого вы сможете сделать очень полезный для себя выбор. Если говорить о целевой аудитории, она должна прихранить из интереса, что она имеется в виду. Люди не должны изгибить, замотивировали, фигами, еще чем-нибудь, потому что, когда приходит из населения интереса, если заинтересованы в том, чтобы, ну, дать вам достаточно действительно справиться, ведь мы ее не захватили, ну, как же я могу что-то плохое сказать про тех, ну, кто даже не надо. Нужно поощрять, ну, по прошествиям, на самом деле. Например, если у вас игра-откладная, вы предоставляете этой аудитории промо-код, и они могут получить полную вещь свою бесплатную. Да, если это не бесплатно, бесплатная игра, за которую не стоит хватить. Это могут быть просит, вот, и сертификаты, да, какие-то магазины и так далее. Людям очень важно мотивировать тем, что они впервые увидят то, что еще раздрабатывали, то, что еще никто не видел. И в этот момент он был первым. Это очень часто действует. Также вы должны принимать цель данного плетеста достаточно четко, потому что проводить плетест без четкого фокуса, результата может быть получения достаточно общих данных, которые вам не помогут абсолютно для дальнейших разработок. и так далее. Вы должны определить ключевые показатели перед своим действием. То есть, что вы находите в результате. То есть, реакцию пользователя на аудиторию в игре, восприятие цветовой гаммы вашего приложения и так далее. То есть, это может быть желание продолжать игру, использовать приложение. Это логичность развития сценария, если мы говорим об игре. Адекватность сложности играми. Опять-таки, это для игр, но тем не менее. Это очень важно. И, соответственно, вы получите данные, исходя из этих характеристик, которые вы в начале ответили. И можете делать сходы, соответственно, исходя из анкеты. Это очень важный момент. И я вам рекомендовала, если вы будете сами пройдет тест, если у вас нет в команде следователей, людей с опытом заследований, то именно этот вопрос стоит голосовать с каким-то историческим компаниям. Потому что, как вы зададите вопрос, такой вы получите ответ. Вы избегаете... Анкета должна состояться заранее. Должны быть нейтральные формулировки вопросов. Прогромная структура последовательствия. Очень много факторов, которые, конечно, не кто-то повлияет на тем данные, которые вы получаете. Да. А у меня вопрос сразу. Вот анкета... А сколько у вас средних вопросов в анкете? То есть, если их там сто-то, ну и вам нафиг дополняют. Ну вот именно. Это я, скажем так, не буду делать. В электронной форме и все вязать. Да. Вот, опять-таки, я сейчас вопрос. Почему так важно делать правильно анкеты? Потому что мы прекрасно знаем, что человеческое внимание очень быстро расприятие. Соответственно, мы должны делать человека больше, чем он готов давать действительно адекватные, объективные данные. Что я имею в виду под объективные данные. И дальше у человека нет этой усталости. Мы же моющий стол вопросов. Он видит, пробует бак, понимает, что он заполнил только 3%, а уже провел полчаса за тему. Мы практикуем говорить о нашей компании то, что мы можем рекомендовать вам, если вы захотите сами это проводить. То есть этот тест час-полтора. Это включает в себя игру использования в приложении и заполнение анкеты. То есть на заполнение анкеты должно входить не более полчаса. На самом деле есть сложный проект, но в таком случае мы должны дать пользователю такой же, либо переключиться. Например, человек тестировал игру и посмотрел, что к чему, заполнил анкету, а через какое-то время он снова поиграл в использовании приложений, и дальше как мы будем. И мы будем говорить о многих вопросах. Соответственно, если говорить о количестве вопросов, то должно быть не более 40 вопросов. И, что очень важно, мы знаем, есть вопросы, которые можно ответить далее. Мамочка училась. Сбегайте большого количества открытых вопросов, потому что далеко не многие люди готовы вдруг посетей что-то подписаться и так далее. В таком случае стоит привлекать из рюлеров наблюдателей, которые будут рядом с людьми в процессе использования приложений. У нас недавно был такой проект с МОПГ игрой, когда у нас, во-первых, играли люди 5 на 5, во-вторых, организовали на анкету, а в-третьих, еще возле них стал человек, который видел, как человек играет, ну, если, по крайней мере, какое-то несерьезное время, например, убили героя, либо он мог найти оружие и так далее. Теревер спрашивал, а почему вы думаете, это произошло? Какие у вас эмоции произошло? Лошара! Ну, это же, в первую очередь, главное не оскорблять. Собственно говоря, поэтому анкета – это очень, очень важный, краевольный тайминг в самом процессе проведения тестов, не оскорблять, поэтому, уделившись от внимания, и опять повторюсь, если у вас, в любом случае, работают с исследованиями, привлеките, исследовательскую компанию, не говоря наше, потому что мы не плейтесты делаем, а мы говорим о социологии, а социологии, университета. Социологии компьютерных игр? Ну, у вас, в основном, вы, как бы, этот плейтест проводите в компьютерную игру. Ну, ну, допустим, вот, допустим, игры, да, если взять, вот вам же нужен социолог, который, ну, рубит фишку, в конце концов, то есть, и есть какие социологи? У нас есть. А, все, монополия, да? Ну, на самом деле, учтение, что архи сфера очень активно обязательна, мне кажется, что логично, чтобы социологи обхватывали тренды, да, и были на волне, это же именно. У нас в фильме реально надо рубить фишку, и мы просто надо нормально уметь составить анкету, чтобы... Да, ну, во-первых, вместе с анкетом, у наших ребят, у нас есть гендизайнеры, у нас есть кто-то, 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 и у нас есть социологи, и социологи, конечно, мы внедряем процесс, то есть, мы учим в грандерассе в игровых ганрах, все, да, плюс, когда мы получаем билд на руки, соответственно, исследователь его изучает, то есть сам, говоря, следовательно, для того, чтобы понимать, о чем, собственно, он будет справедливаться. и так далее. Но, опять-таки, говорить, то есть, мы натронули вопрос по поводу билдов, то есть, каким образом мы получаем билдов, потому что мы инвестируем iOS, Android, Android, это все понятно, с Android, с Android, Enterprise, аккаунт, и мы подписываем в билдереи, это удобно, потому что будет ворожайливый склад, и мне очень классно, потому что девайсов разработчики не хватает, и так далее, поэтому Enterprise, аккаунт, дайте нам хрубилд, там в англое зимы, подпишемся, оп, мы не претендуем забрать этот продукт, но, на самом деле, все окей, совсем разбираемся. По поводу, опять-таки, аудитории, это должны быть люди, которые видят ваше приложение ведущую группу и вы, как вы начнете смонулировать первое ознакомство с продуктом. Вам нужно получить информацию тех людей, которые вы увидели, когда продукт выйдет в сторону, вы залезетесь, опять-таки, вы получите доступ к этой аудитории, которую вы увидите в первый раз. И, очень важный момент по поводу, вообще, тестеров, плейттестеров, называйте это, как хотите. Очень многие люди, с которыми мне приходится общаться, путают плейттест с QA. Важно понимать, что QA и плейттест совершенно разные, потому что QA, он отвечает за тестирование соответствия продукта с Z, а плейттест это реакция обычных путей ваших пользователей на ваш продукт. То есть, это обычные люди, которые их выбирают в зависимость того, кого вы определили в своем УЦА. И, опять-таки, еще один важный момент будут цели в аудитории. Сейчас к нам приходят клиенты, говорят, что наша аудитория, у нас там позорная у нас аудитория, вот женщина такого-то возраста, вот с таким ранним доходом, например, чего вы считаете таким, ну, мы так решили. Часто происходит так, что клиент, когда израбатывает продукты, наше мнение было неважное, он твердо верен, что именно эти люди будут использовать. украинская студия называли, ну, неважно, то есть, они будут искать игру, и, говорят, у нас женщины возраста и будут играть в игру на айпай. В итоге, это, получается, 70% мужчин, которые играют в игру на айпай. Ну, то есть, ну, то есть, абсолютно разница. Но, это реальная ситуация, мы не потеряли деньги, деньги, ничего, складная игра, все хотели, играют, все доволны. Поэтому, для клиентов, которые не совсем еще понимают, если вы не до конца с вами не осознали, кто в качестве людей будет пользоваться вашим продуктом, в таком случае рекомендуется делать, наиболее, наиболее, подобрать одинаковое количество людей, 50 на 50 мужчин и женщин, треть такого, треть такого, и такого. соответственно, вы поймете, кто этот общий курор, ну, наиболее интересен в вашем продукте, соответственно, далее, уже проводить эротески. Да? Вы, наиболее, 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 уничтожен наиболее, наиболее, там, наиболее, Они зарабатывают деньги по совершенно другому, нужно, чтобы все стрелялось, было ярко, красочно и интересно. Европейские предпочтения очень часто совпадают с американскими. Потому что очень много игрок, которые популярны у нас, в Соединенных Штатах, Канады. Если мы говорим о приложениях, то мы никогда не беремся за проекты, когда мы не можем дать доступ к аудитории, которая ведет соответственно тот целевой. У нас был проект, например, нам зашла датская компания, проверка, они тоже работали, они говорят, что мы делаем предложения для женщин. Ну зачем? Мы говорим, ну как бы, простите, пока что мы не можем с этим помочь. Потому что у нас сейчас идут приговоры с советской компанией в Европе. Германии сейчас используются приговоры в Штаты, в Канаде, в Корее, в Китае. Для того, чтобы, если нашему клиенту нужно получить фидбэк о том, что мы говорили именно в той стране, то, соответственно, это намного дороже. То есть, если говорить про нашу цену, у нас тест сейчас уже создался за тест, и аналитические отчеты с кондаром, то там цены, конечно, двадцать десять долларов больше. Но клиент готов, потому что сам он упадет в компаниях, и в Китае сам это не сделает, то есть не у нас эти данные. Поэтому пока что мы не можем давать этим предложениям. То есть пока мы тут приговорим, мы не скачиваем контакты, и мы ими обещаем, потому что мы прекрасно понимаем, что эти данные идут в соответствии с кондаром в Китае. А как вы считаете саму аудиторию? То есть анкеты раздают, там, вложенные, в какой-то... Ну вот, все очень правильно вымыслить в нужном уровне. У нас есть исследователи, так называемые, те, кто выводят в поле. То есть социологический термин. То есть эти люди приходят в листах смотрения потенциальной аудитории. То есть если мы говорим просто о женщинах такого-то возраста, мы знаем, что они шопятся в таких, например, торговых центрах, соответственно, да, подходят, спрашивают, а вам было бы интересно вы как-то принять изучать эти исследования? Далее собираем эту аудиторию обедку методом, например, снежный ком, когда мы говорим, а у вас есть подруги такого-то возраста? Они говорят, да, есть. А как вы думаете, мы можем пригласить? Да, конечно, вот телефон. Соответственно, много тестировано еще людей, спрашиваем у них, насколько было бы интересно это делать, и собираем эту аудиторию. Аудитория, которую мы рекомендуем, то есть если вы хотите проводить самостояние, это где-то 25 человек. Это достаточно количество людей для того, чтобы получить достаточно количества людей для называемого качества. то есть когда вы получаете данное, у вас есть люди, которые приходят к вам, которые могут спрашивать, живые люди, а отдельно, кто-то, да, стрелки информируют, вы не знаете, кто эти люди, кто-то с этими никами, да? А отдельно, я же, допустим, людин раз пришла на той тест, переграла, и тогда, она нам звонит, но через три дня, я хочу шею на то участок. Нет. Мы так не делаем. У нас... Ну, так как мы имеемся в том числе и вебельской компанией, мы исследуем блог, так называемый, Полутина Самара. Он гласит, что мы не имеем права приглашать к исследованию людей чаще, чем раз в три месяца. Соответственно, то есть у нас есть очень большая база людей, которые уже принимали участие в исследовании, где мы трекаем, когда все принимали участие в исследовании, что мы не имеем права приглашать ранее. И таким образом у нас получается следующее. Во-первых, у нас пополняется база, соответственно, если какой-то срочный проект, это бывает очень часто, когда клиент приходит, знаете, у нас через день делю релиз, и мы хотим бы сделать плейт-тест. Убили умение. Не вопрос, на сегодня неделю мы можем сделать, но этих людей собрать, особенно когда очень сложно целевая аудитория, люди со своими людьми доходами, повсюду определенный возраст, который очень неактивен и не имеет большого желания принимать участие в подобных возрастах. Тогда у нас есть эта база, из которой мы на каждый плейт-тест набираем новых людей. Таким образом выполнять базу, и в случае, если какой-то форс-мажор, нужно очень быстро провести протест. Мы тогда этих людей берем из базы, мы их тоже время определяем, и данные в самый раз принимают участие. То есть кодекс все равно поддерживается? Чёрту кодекс! Варим! Мы пока что-то проведем. Мы пока что-то проведем. А что мы в вековом категоре до 10-ти рот? В таком случае у нас, эти дети приготавливаются? А я тебя шукаю. Вы ходите на детский сад? Нет, я не хочу. Мы ищем женщину, когда мы в школе и будем родители в этом интернете и грацины. Стойте до вас, ты. И вы играете. В сайте углеваем. То есть к детям вы не подходите, хочешь поиграть в игру? Да. Дальше. Если вы сами проведете этот тест, вы должны действовать как исследователи. То есть вы приглашаете в свою студию людей, но люди не должны понимать, как вы являетесь разработчиками. Потому что вы говорите, ну я вот представитель этой компании, мы вот представили компанию, идем там, тестируем. И это очень важно. Соответственно, потому что, если вы будете выступать как разработчик, ваша же цель, ну, ну, вы говорите, что у вас удерживаются такие крутые, да? А вот люди хвалили, либо рвали без простраста, не имеют какое-то ощущение, что мы его давим, потому что человек разработал, а я сейчас скажу, что это плохо. Еще очень важно не вмешиваться в процесс с самого флейт-теста. Потому что вы, ну, не должны рядить людей своей кровати, а получить важную данную. И, что очень важно, я поставила этот задоведь, самый последний, это применять тест интеракционно. То есть вы должны пройдить данную тест регулярно, где-то раз в 2-3 недели. Ну, у каждого из разработчиков две итерации, может быть разными, но, тем не менее, применяя тест интеракционно, у вас появляется возможность следить динамику изменений по ключевым характеристикам, которые вы определили, вы начали, и вы даже будете понимать, в каком направлении вам двигаться, как они, как сильно ее двигают. А на суднеидоратическим саммой не бывает? Ну, понятно, это зависит от цели следовали, потому что у нас была ситуация, когда люди проиграют в игру, и клиентам было интересно, интересные ответы, именно, там, первого, третьего, десятого экспонентов, потому что они дали очень обширную информацию для игры. Видно, что они, ну, они пробуют тему, понимают, что это такое, круто, и говорят, а можно их приносить еще раз, но уже на другой тип плейтеста, когда они их будут опрашивать, и с ними более глубокое интервьюрование проводить, потому что, ну, анкеты, это часто касается проект, особенно, если мало открытых вопросов. То есть, примерно, думаю, вы видите, какие можно прислать маленькие версии продукта, сделали плейтест, убедили, что нужно поменять, применили эти изменения, опять привели плейтест, также вывелись, плейтест, зарелизились, опять-таки, все равно, что это выждущие на релиз, и, обладая информацией сомками, с плейтестом, как бы вам намного, ну, как сказать, детей посвященном дороге. За это все за пять процентов стоимости? Ха? И вот это все за пять процентов стоимости? А, ну, он лишь по пять процентов каждый. Пять процентов все вместе. Вот. Соответственно, мы понимаем, почему презентаторы произвести с и вы понимаете, что вы придерживаете ваши результаты, потому что вы получаете в конце. Исходя с информацией, Владимир, общаясь с нашими клиентами, мы видим, что действительно сокращается время на разработку, соответственно, бюджетно продукт, то есть он не такой большой, если бы он нет, вы улучшаете качество продукта до религи. Ну, собственно говоря, спасибо вам большое за внимание, и буду рады, что нашим. АПЛОДИСМЕНТЫ с и и с и с и с с и идороты. Ну, а с и и и мы и Ну, то есть мы там кофе, чай или всякие пищевки, это понятно. Как это работает в школе? То есть то, что приходит в магазин, хочет работать на имя. Как это работает в школе? Ну, вот я, например, считаю, в первую очередь люди замотивированы, попробуют что-то первым и так далее. То есть, в первую очередь играть в нематериальный мотивацию. То есть мы не говорим, что мы вам потом что-то подозрели. Мы говорим о том, что вот нас прикладывают тест, и что мы хотели бы вас пригласить. Ну, мы ориентируем, что это может быть, если люди заинтересованы и приходят. А потом для них это приятно запустить, что им еще что-то там, какие-то сертификаты и так далее. То есть, ну, это сложно, но, тем не менее, это все для того, чтобы люди были не заангажированы и приходили действительно издействовать. А у нас тесты как ремонты? Ой, хорошо. Ну, как бы я этим вопросом, я не знаю, не занимаюсь, но исходя из наших, ну, прогнозов, в зависимости, опять-таки, от аудитории. Потому что, когда мы проводим на аудитории, там, 16-24, люди очень активны и интересованы. Если мы говорим о женщинах, то это интересно, например, там, лечиться в социал-клубах, если тестировать в социал-клубах, то это тяжело, это тяжело очень приобрести. Поэтому мы все тестирования проводим, во-первых, на выходные, там, в этом году. Большая часть аудитории, в любом числе, либо работает. Редкие случаи, когда эти будут форс-мажоры, клиенту сегодня будем получить данные, мы тогда в таком случае людей приглашаем, ассистируем, собираем по городу на такси, привозим, а не тестировать, мы их подводим на такси. Но это, действительно, серьезный проект, это большой бюджет, и мы можем сделать это. То есть мы делаем все для того, чтобы аудитория была достигнута, то есть мы предоставляем клиенту доступ именно той целевой, которую клиент затрачивает. Соответственно, мы можем это корректировать, если вы видите, действительно, что клиент теряется в том, что это то, кто его отбирает, то, кого он хочет видеть. Ну, да. Так, если я не могу, то, что с отбанным компанией сейчас есть, как с родином уже продавлены, в целом, как он еще видит, с Аширом? На самом деле, правда, что с вашим встречным не так, как мы работаем, но, как правило, мы работаем с продукцией компаний, их предложений. Потому что, опять-таки, если будет про аутсорсеров, часто заказчики. Группы западные, штаты, а ветки – это чаще всего приложения, и, соответственно, мы пока что не берем эти графики. Если мы не можем дать слово, что мы вообще… Ребята, еще два вопроса. Мне интересует использование перетеста для таких долгостроковых процессов, как балансирование игр. Чи было так, как в практике у вас вилтайм стратегия и просто балансировать все теории? Как бы застосовывалось это? Это ж десятки, а может и сотни трасс? Ну, во-первых, в контактах у нас есть клиентство, которому мы проводили этот тест. Он начинается в середине 2012, он заканчивается в 2013 году. Это был один из наших первых клиентов, с которыми у нас были достаточно лояльны условиям, потому что они подписали свой тест на год. Соответственно, мы сделали это шутки, и мы проводили этот тест где-то раз в две недели, раз в месяц. И действительно, когда есть что-то делать, я не исследовала, и в деталях все, что я могу, но он действительно такой опыт был. И нас часто подписывают, и нужна какой-то определенный пример ленинг, действительно, определенная итерация, потому что мы прекрасно понимаем, что итерация может длиться в неделю, и в два месяца, в зависимости от того, какие у вас присутствуют, и насколько быстро вы готовы делать изменения. У нас, кстати, ребята с одной игровой компанией спрашивали, а смотрите, если мы подпишем с вами какой-то период период, мы будем обязаны каждую две недели пройти тест, но нет, вы сами определяете, ну, в вашей таранке, мы в конкурсе начинаем себя замешиваться. Соответственно, мы не можем найти себе ответ подписать, чтобы вы там раз в год будете на протяжении десятилетий пройдете. И последний вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.